Всем привет! Сегодня мы будем создавать с вами браслет. Для него я буду использовать вот такие цветочки. Как их делать я показывала в предыдущем видео. В принципе, вы можете видеть любые цветы. И мы будем дополнять их еще небольшими цветочками, чашечками, которые я сделаю из вот такого блока с переходом цвета. В принципе, вы можете не делать блог с переходом цвета, а взять обычную глину однотонную, которая подойдет к вашим цветочкам. У меня цветочки белые, поэтому я взяла вот такую нежную гамму розово-мятную и сделала переход цвета, сложила вот в такую колбаску-трость, которую мы сейчас будем ужевать и создавать лепесточки для наших малюток-цветочков. Также я буду дополнять наш браслет вот такими бусинками акриловыми. Для того, чтобы браслет не был слишком тяжелый, я использую именно прозрачные акриловые бусины. Можно использовать натуральные, можно использовать стеклянные, но с акриловыми браслет будет очень легкий. Также нам понадобятся вот такие бусинки. Это обычные круглые стеклянные, именно стеклянные бусины. Их мы будем использовать для создания цветочков. Нам понадобятся, опять же, зубочистки. Бусинки могут быть любого, в принципе, цвета, но не пластиковые, потому что их мы будем запекать. Понадобятся, конечно же, лезвия и листочки бумаги. В принципе, это как минимум, который нам пригодится для того, чтобы лепить. Ну и далее, в зависимости от того, что вы будете собирать, серьги, браслет, колье, вам понадобится цепочка, соединительные колечки, ну и инструменты для сборки. Но об этом поговорим позже. Сейчас мы с вами приступим к созданию именно маленьких цветочков из вот этой трости. От трости для удобства я отрезала небольшой кусочек и начинаю его вот таким образом сжимать, потому что нам необходимо получить колбаску достаточно тонкую в диаметре, поэтому мне пока что хватит вот этого кусочка. И я начинаю вот таким образом ужимать и вытягивать нашу трость. Немножко ужали, и теперь уже можно ее раскатывать, чтобы она стала тоньше, диаметра ее стал меньше, но переход цвета при этом сохранился. И опять же, у меня получается достаточно длинненькая трость. Для удобства ее разрежем. Посмотрите, переход цвета сохраняется. И еще немного раскатываю, потому что мне действительно нужно, чтобы трость была очень-очень тоненькой. Буквально 2 мм в диаметре. И теперь я нарезаю нашу трость на маленькие кусочки, где-то по 1-1,5 мм. Слишком большие кусочки не делайте. И теперь из каждого из полученных кусочков я скатываю капельку. Стараемся скатывать таким образом, чтобы одна половинка была розовая, вторая половинка была мятная, если у вас переход цвета. Если у вас просто однотонная колбаска, то в принципе можно эти кусочки прямо оторвать от общего кусочка и скатывать вот такие вот остренькие длинненькие капельки. Капельки должны быть где-то 5-6 мм длиной. Опять же, не делаем слишком длинные, потому что бусинки у нас стеклянные маленькие, и мы именно на этих бусинках будем собирать наши цветочки. И вот таким образом аккуратненько я прокатываю каждый кусочек и получаем вот такие вот маленькие капельки. Посмотрите. И теперь мы собираем капельки в пучок из 5-6 штучек. То есть укладываем одну. И мятными концами сначала, допустим, я хочу цветочки сделать разные, одни будут у меня на краешках мятные, другие на краешках розовые. Вот сейчас мы делаем цветочек, который будет на краешках розовый. И собираем вот таким образом такую вот звездочку из 6-ти капелек я соберу. Можно сделать 5 капелек, можно сделать 7 капелек, в зависимости от того, насколько пышным вы хотите цветочек. И берем листочек бумаги. Листочком бумаги я зажимаю аккуратненько эту композицию, и у нас получается вот такая заготовочка. Посмотрите. Срезаю ее в лезвие. И у нас получается вот такая заготовочка для нашего цветочка. Теперь с помощью зубочистки мы делаем отверстие. Берем зубочистку и стеклянную бусину. Надеваем стеклянную маленькую бусинку на зубочистку. И сверху прикладываем вот этот наш цветочек. Аккуратненько лепесточки обволакиваем вокруг бусинки. Я в одном из видео показывала недавних, как сделать подобные цветочки, но там я использовала катер. Здесь же мы будем использовать именно наши пальчики и никаких катеров. И вот такой цветочек у нас оригинальный получается. Прямо на бусинке мы будем его выпекать. Вставляем и выпекаем. Аналогичным образом можно сделать цветочек с мятными кончиками. То есть опять берем, нарезаем 6 маленьких лепесточков. Ну можно 5. Я сделаю 6, чтобы у меня был цветочек попышнее. Скатываем кусочки. И соединяем теперь уже розовыми концами. Вот таким образом. Достаточно такая кропотливая работа. И с маленькими цветочками придется повозиться, но оно того стоит. Получатся достаточно оригинальные маленькие чашечки цветочки. И зажимаем с помощью кусочка бумаги. Берем шарик, берем зубочистку. Делаем отверстие на цветочки, чтобы потом не пришлось его высверливать и было удобно вставлять фурнитуру. Снимаем наш цветочек. И аккуратненько этот цветочек укладываем таким образом вокруг нашей бусинки. Слегка опустив вот эти вот краешки. И вот посмотрите, получается у нас из одной трости два вида цветочков. Одни у нас розово-мятные, другие мятно-розовые. И делаем таких кутончиков много-много штук. Для браслета их понадобится не менее 50, чтобы браслет был пышненький. Цветочки запеклись и теперь снимаем их с наших бусинок. Аккуратненько вот так вот стягиваем и получаем вот такие вот забавные милые цветочки. Бусинки же можно снимать и еще раз на них что-то запекать. Аккуратненько подцепляем ноготочком. И со стеклянной бусинки наш цветочек-чашечка аккуратненько сползает. И получаем вот такие прямилые цветочки. И с этими цветочками мы будем с вами делать браслетик. То есть, дополнять. Отлично подходят просто как маленькие сами по себе цветочки, так и любое дополнение к браслету, к селькам. Мы будем с вами дополнять этими маленькими цветочками. Такими корзиночками наши белые цветы. Они тоже белые. Значит, соответственно, вот этот мятно-розовый цвет отлично подойдет. И я снимаю все наши бусинки, подготавливаю все элементы к сборке браслета. У меня это будут акриловые бусины, наши корзиночки. И, конечно же, белые цветочки. Как их сделать, ссылку на видео я оставила в описании к этому видео. Элементы все выпеклись. И осталось ставить фурнитуру. Вот каким образом я это делаю. Вот досовываю пин с шариком и аккуратненько закручиваем. И получается вот такой вот миленький колокольчик. И точно так же я проделала со всеми остальными элементами. Плюс я добавлю немножко акриловых бусин, в которые точно так же я вставляла такие же пины с шариком. Длина пина где-то 2 см, поэтому самая оптимальная, в принципе, длина, подходящая для любых мелких бусинок и вот таких цветочков. Бусинки у меня вот такие вот акриловые легкие и 6 мм в диаметре. Самый идеальный, я считаю, размер для, в принципе, хоть колье, хоть сережек, хоть браслетов. И теперь все эти элементы я раскладываю в той последовательности, в которой я хочу видеть их в браслете. После чего мы будем собирать с вами его на цепочку. Ну что ж, я разложила все элементы. У меня это будут элементы, собранные на цепочку. Цепочка, как всегда, 5 мм на 3,5 мм. Замочек, карабинчик и колечки. Колечки я предварительно уже раскрыла. Как я это делаю, еще раз показываю. Я беру колечко и вторым инструментом из стороны в сторону колечки вот так вот раздвигаю. Таким образом у нас колечки раскрываются правильно. И дальше нам будет просто удобнее собирать наше изделие. В каждое звено цепочки я буду подвешивать по два элемента. И начнем мы с замка карабинчика. Как я всегда это делаю. Нанизываем замочек и на кончик цепочки подцепляем наш замок. Закрываем. И вот такое вот начало у нас получается. Теперь я беру колечко. На колечко подвешиваю первые два элемента. И это колечко подвешиваю в звено, следующее после замка. Закрываем плотненько. Беру следующее. Беру снова два элемента. Подвешиваю на колечко. И подвешиваю в следующее звено. И таким образом двигаясь вдоль всей цепочки, я постепенно набираю ее в длину. Беру колечко, насаживаю два элемента. Порядок сборки элементов вы можете выбрать тот, который вам нравится больше всего. У меня по бокам будут эти маленькие цветочки, по центру крупные цветочки. И затем снова будем спускаться на маленькие цветочки. И вот что у меня получается. Получается достаточно плотненькая сборочка. При этом браслет получится пышный, легкий и будет отлично лежать на руке. Я продолжаю таким же образом собирать весь свой образ. У нас такой нежный, приятный браслетик у нас получается. Осталось еще совсем немножко элементов. Поддеваем последние буквальные элементы. Оставляем несколько звеньев в цепочке. Снимаем излишек. И на коричко цепляем маленькую бусинку на кончик, чтобы удобно было держать браслет, когда вы его застегиваете. И закрываем. И у нас получается вот такой очень нежный браслетик. Вот с такими пышными белыми цветочками и маленькими цветочками. Посмотрите, как они классно смотрятся в этом браслете. Такие нежные колокольчики. Браслет получился очень легкий, очень воздушный, благодаря тому, что мы использовали именно акриловые бусинки. И замечательно просто смотрится на руке. Такая свеженькая нотка для любого, в принципе, образа. Вот такой милый браслет получился. Я надеюсь, что вам понравился данный урок. Что вы тоже попробуете сделать такие маленькие, миленькие цветочки. И дополнить ими любое украшение. Либо можно создать просто достаточно милую композицию, используя лишь вот эти вот маленькие такие колокольчики. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok